Мы будем использовать обычную колоду карт и попросим нашего зрителя взять абсолютно любую карту. Например, он захотел вот эту. Это абсолютно свободный выбор. Мы отворачиваемся и просим зрителя запомнить карту, которую он выбрал. Это реально свободный выбор карты, и мы просим его закинуть эту карту куда-нибудь в колоду, куда он захочет. Например, он закинул куда-нибудь сюда. И после этого он может абсолютно спокойно перемешать колоду карт так, как ему хочется. Например, он перемешал как-нибудь вот так. И потом он взял такой профессиональный еще riffle shuffle сделал и нагло подснял колоду несколько раз, хотя мы его об этом не просили. Ну, такой вот зритель попался, и ему еще захотелось перемешать. После этого мы поворачиваемся к зрителю. Соответственно, мы не можем знать его карту, потому что он выбрал ее сам из всей колоды, перемешанной, обычной, где все карты при этом разные. Но мы попробуем догадаться, какая карта была у зрителя. Это будет очень сложно, но я попробую. Ну, в принципе, я думаю, я знаю, какая была у него карта. Но вдруг я ошибусь, чтобы я не сделал ничего хитрого там или никак не подменил карту, мы попросим зрителя подписать эту карту со стороны рубашки. Я уверен, что это вот эта верхняя карта и вот такая красивая подпись у зрителя. Итак, Туз Крести, карта зрителя, все. Абсолютно легкий фокус, просто идеально подойдет для ваших выступлений. Что, не эта карта была? В смысле? Так, подождите. Я же ее уже подписал. Ну, в принципе, это легко можно исправить. Привет всем любителям фокусов. С вами, как всегда, Нейра Янг. Добро пожаловать в новое видео. Сегодня мы с вами разберем мой авторский фокус. Я собрал его из очень старых принципов, которые сейчас редко кто использует. Но, в принципе, вместе они дают очень мощный, офигенный эффект, который очень сильно нравится зрителям. Я это говорю не просто так. Я практически каждый раз показываю этот фокус на своих выступлениях. Он идеально подходит для самого начала, то есть с него можно начать и потом показывать уже что угодно. Если вам понравился этот фокус, вы демонстрацию видели в начале, обязательно поставьте лайк на это видео. Ну, а если вы видите меня впервые, обязательно подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик. Также хотел бы вам рассказать, где можно взять хорошие качественные карты для ваших фокусов. Вы просто переходите в магазин 54karts.ru и смело закупаетесь там. Там есть огромное количество карт на любой вкус и цвет, от стандартных до дизайнерских. Также есть трюковые колоды и есть специальные карты поштучно. Просто переходим смело. Там есть отличный чат-помощник, где люди помогут вам подобрать колоду по вашим желаниям и по вашему бюджету. Просто переходите по ссылочке в описании. Там быстрая доставка, отзывчивая администрация и только оригинальные карты, которые идеально подходят для фокусов. Для этого фокуса вам действительно понадобится обычная колода карт и маркер. В принципе, он не обязателен. То есть, вам не обязательно портить карту, подписывать ее под конец. Но из-за этого эффект будет намного сильнее. То есть, если у вас есть лишний дубликат или какая-нибудь старая колода, неважно. То есть, вы можете с ней показывать этот трюк. Он достаточно классный и именно вот этот момент с подписью он разламывает просто зрителя напополам. Итак, что мы вообще должны сделать? Во-первых, мы должны разделить колоду по мастям полностью от начала и до конца. Здесь будет массивная подготовка. Поэтому, опять же, с этого фокуса стоит начинать свое выступление или свои показы на улице. Это будет самый первый фокус в вашей, так сказать, программе. Итак, мы просто разделяем на черви, крести, пики и буби. При показе этого фокуса джокеров я вообще убираю из колоды. Либо оставляю их на коробочке, а потом возвращаю в колоду. В принципе, теперь нам нужно разложить их в определенном порядке. Пики, крести, буби, черви. И каждую из этих стопок нам нужно рассортировать по порядку. То есть туз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Валет, дамы, король. С каждой стопкой так нужно сделать. После того, как вы их разложили, вы складываете их следующим образом. Пики, крести, буби и черви. Вот так. То есть у вас полный, по сути, порядок колоды. Не заводской, но вот такой. То есть все равно карты идут по порядку. И мы начинаем показывать фокус. Мы даем зрителю взять любую карту. В этот момент я обычно отворачиваюсь от зрителя, ставлю руки с колодой за спиной и прошу вытащить карту. Понимаете, когда зритель вытаскивает карту, даже если мы не смотрим на колоду, мы понимаем, где он ее вытащил и где нам ее нужно разделить. То есть здесь будет такая, грубо говоря, ключевая карта, которая будет моментально срабатывать. То есть, если зритель выбрал вот эту карту, а мы посмотрим на вот эту. Если здесь девятка крести, то зритель выбрал десятку. То есть все супер просто. Допустим, он выбрал вот эту пятерку крести. Соответственно, если мы видим, что здесь четверка, то он выбрал пятерку. Все супер-супер просто. Соответственно, мы убираем руки за спину и просим вытащить любую карту. Он вытаскивает, допустим, вот эту. И наша задача просто разделить колоду вот так. И поменять стопки местами, чтобы ключевая карта оказалась снизу. Мы возвращаем руки к себе и рукой показываем зрителю. Покажи эту карту всем. И в этот же момент мы смотрим нижнюю карту. Если здесь туз-буби, следовательно, двойка-буби будет здесь. Супер просто. Нам уже без разницы. Мы знаем карту зрителя. И мы возвращаем руки за спину. Ну, это если вы будете показывать так, как я. Возвращаете руки за спину и просите зрителя засунуть карту в любое место колоды. Вот так, спокойно держите. Он засовывает. И просите его хорошенько перемешать. То есть, в чем прелесть такого трюка, если вы сразу показываете за спиной? Никогда зритель не подумает о том, что карты мечные. То есть, все зрители практически всегда, когда вы отгадываете как-то карту, которую они взяли, они думают, что карты крапленые. А здесь даже мысли такой не будет, если показывать трюк с руками за спиной. После этого зритель перемешивает сам колоду. Нам уже без разницы. Мы знаем карту зрителя. И этой перемешкой, во-первых, будет зритель доволен. А во-вторых, не будет больше нашего порядка. Потому что зритель его просто сломает. И все. То есть, он перемешивает карты, как хочет. Допустим, так. И когда ему надоело, вы спрашиваете, ты все? Он говорит, да. И вы поворачиваетесь к нему. Поворачиваетесь, забираете колоду. И говорите, я же не могу знать твою карту, правильно? Правильно. Но мы знаем, что это двойка Буби. И мы просто листаем и ищем ее. Но при этом не в открытую. То есть, сначала мы как бы создаем небольшую интригу для зрителя. И наша задача просто, когда мы нашли эту карту, да, двойку Буби, подрезать на ней, чтобы она оказалась сверху колоды. И все. Это все, что нам нужно сделать. То есть, мы листаем, видим, что двойка Буби где-то в середине. И мы на этом месте просто подрезаем. Если вдруг она оказалась снизу колоды, что делать? То есть, вот здесь мы взяли, допустим, все, что нужно сделать. Это просто слеснуть ее. Ну, то есть, вот так в закрытую. Не вот так, а вот так. Слеснуть. Пару раз подснять, чтобы она оказалась сверху. Все. Супер просто. Также вы можете делать следующим образом. Не делать подснятие, а вы вот так вот листаете. Выдвигаете демонстративно одну карту. И кладете ее наверх. Тоже будет очень красиво. И зритель увидит, что вы не какие-то манипуляции провели, а реально выбрали из середины одну карту, положили наверх. И сейчас, по идее, это будет его карта. Дальше вариантов несколько. Я показываю такой вариант. Я говорю зрителю, что, по идее, я уже знаю твою карту, но вдруг я там что-то ошибусь, подменю карту и так далее. То есть, я ему даю, как бы, ложную надежду, что я могу заложать. И я, по сути-то, заложаю, но все будет под контролем. То есть, я говорю, давай ты сразу подпишешь эту карту, чтобы я ее потом не подменил. И в этот момент, когда я ее отделяю от колоды, я ставлю брейк мизинцем на следующей карте, чтобы потом сделать двойной подъем. Он говорит, хорошо. Я говорю, открывай маркер. Он открывает и подписывает эту карту. Допустим, подписали. Я не хочу еще карты портить. После этого я переворачиваю две карты как одну. То есть, вот так. Говорю, вот твоя карта с подписью, идеально, легкий фокус. И я не даю ему, как бы, на проверку. Я бросаю ее возле себя где-то, чтобы он сразу не полез ее проверять. Потому что он ее и не полезет, в принципе, проверять. Но на всякий случай, лучше положить ближе к себе, чем кинуть зрителю. И в этот момент он или заржет, или скажет, что вы дебил, или просто неудачник, а не фокусник. Но у вас все и так под контролем. Здесь будет подписанная карта, причем карта зрителя. И вы начинаете свою игру. То есть, вы спрашиваете, так, подожди, в смысле? Я же уже подписал. А какая карта была? Именно испуганным голосом. Он говорит, двойка Буби. Вы говорите, так, подожди. И он смотрит, и там оказывается двойка Буби. При этом, допустим, если вот вы делали двойной подъем. Здесь у вас дама крести, не карта зрителя. Кидайте сюда. Когда вся эта суматоха идет, вы можете спальмировать даму крести. То есть, вот так. Либо просто убрать руки вниз и закинуть ее в задний карман. И тем самым потом вы говорите, так, подожди, ну разве я тебе сразу не двойку Буби показывал? А какую я тебе показывал? Он говорит, даму крести. Ты говоришь, подожди, это невозможно. У меня дама крести всегда в кармане лежит. И это еще больше усилит сам эффект фокуса. На этом, в принципе, все. То есть, экспериментируйте, придумайте альтернативные концовки. Можете написать их в комментариях. Обязательно почитаю за самые интересные. И, конечно, буду ставить лайки. Если вам понравилось это видео, смело ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Нажимайте на колокольчик. И оставляйте мнение о фокусе в комментариях. Обязательно смотрим предыдущие видео. Ну и, конечно же, с вами, как всегда, был Неро Янг. Всем удачи. Всем пока. Всем пока.